Всем привет, дорогие друзья! Всем привет любителям вселенной Варкрафт! Вы на канале Углук. Если не подписались, будьте добры, подпишитесь, таков закон. Сегодня у нас будет история про мерзких, уродливых, грубых и страшных существ, жирных и одновременно тупых. Эти существа, как мы знаем, называются Огры. А вы не задумывались, что среди этих тупых и жирных созданий может быть хоть один с чистой и непорочной душой, чьи помыслы направлены на добро и мир во всем мире? И сегодня я вам расскажу именно про такого Огра. Про Огра, который не охотился на беззащитных крестьян, а читал книги. Но так получилось, что этот Огр родился с одной головой, и распространенную пословицу «одна голова хорошо, а две лучше» он воспринял слишком близко к сердцу. А вот и лаборатория нашего героя. Прямо сейчас он создавал зелье для отращивания второй головы. Ай, я горю! Ах, только трусы прожег. Знакомьтесь, это алхимик Оги, и только что он в очередной раз взорвал свою лабораторию в ходе создания мутагена. Со времен своего юношества Оги хотел стать двухголовым, но бедолагу постоянно обижали и дразнили. Почитав много книг, он решил создать свою лабораторию, и как в диснеевском мультике дружил со зверушками, которые иногда давали дельные советы. Оги и его питомцы решили не сдаваться и восстановить лабораторию, чтобы продолжить создание мутагена. А в этом помогут друзья Огра, Батрак Орг Пендей и верховный жрец троллей Золтан. Обратите внимание, какой милый снеговик. Оги вышел из своих владений и тут же встретил шито и крыто. Тут я затрудняюсь сказать, это один Огр или два в одном. Здорово, Оги! Как тебе живется с одной головой? Ты еще мурыжишь свой мутаген в лаборатории? Безнадега! Даже если у тебя будет две головы, ты все равно не станешь таким же красивым, как шито и крыто! Ха-ха-ха-ха! После такого диалога Оги направился дальше. Оу, Камень Воскрешения! Прям как в компании за Рексара! Еще в этих местах обитали Йети и Гнолы, которые недолюбливали друг друга. Пробившись через этих существ и найдя несколько хороших вещей, Оги пришел к троллю Золтану. Золтан может достать нужные ингредиенты для мутагена, но при одном условии. Необходимо помочь троллям выбить гнолов из заброшенной крепости орков. Оги отправился на восток, где его уже ждал отряд лесных троллей. По пути можно зайти в поселение Огров. Там мы находим целителя. Он может восстановить жизни. А также тут живет орк Пендей, друг Оги. Пендей может починить лабораторию, но, разумеется, не бесплатно. Орк влюбился в эльфийку по имени Элиса. Но есть одна проблемка. Ее муж. Если мы его устраним, то Пендей поможет отстроить лабораторию. Ох уж эти орки. Теперь у нас два задания. Выбить гнолов из крепости и шлепнуть мужа эльфийки. Сперва идем помогать троллям. По пути дубиной мочим Йети, а затем находим отряд троллей. Они уже заложили взрывчатку к подходу к крепости. Расчистили путь и вскоре прибыли катапульты. Зарядили снаряды и залп. Начался штурм крепости. Идем в первые ряды и своим дубиналом разматываем гнолов. Пробиваем защиту и продвигаемся внутрь крепости. И вот тут начинается самое интересное. Хаос и разрушение. Внутри крепости освобождаем плененных троллей и добиваем всех гнолов. Крепость теперь наша. И жрец Золтан принесет все ингредиенты для создания мутагена. После того, как Оги набрался опыта, самое время идти мочить мужа эльфийки. Направляемся на северо-запад. Там на острове живут эльфы. И только подходим к реке, как вдруг появляется Пендей и со страшной силой строит мост. Вот что значит сильно хотеть эльфийку. Дело сделано. Мост построен и Оги начинает в одиночку штурмовать поселение. Набежала стража, лучницы, но все они получили дубины по голове. А вот и сам муженек, Гевенрад Красавелла. Но этот дяденька оказался крепким орешком. Он знатно навалял Оги и тот убежал к лекарю Огров, чтобы восстановить силы. Со второго захода Красавелла склеил ласты и теперь эльфийка свободна. Довольный Пендей уединился со своей пассией, а Оги вернулся домой. Вскоре к Оги пришли его кореша Золтан и Пендей. Вместе они восстановили лабораторию и принялись варить мутаген. А в это время у других Огров вскипала зависть. Шито и крыто подговорили своих дружков пробраться к Оги и сжечь его лабораторию. Мутаген был уже на стадии завершения, как вдруг ворвались Огры. Пришлось дать отпор. Эти жердяи не дадут завершить начатое. Вместе со своими друзьями Оги отдубасили непрошенных гостей и встретили шито и крыто. Они зажали в углу вожака банды и сильно избили его. Вы целыми годами издевались надо мной лишь из-за моих физических недостатков. Теперь вы умрете. Чего стоим? Прикончи их, развей свой страх. Или что там? Я хочу кровь, хочу мозги, размазанные по стенам. Пощади меня, я прошу. Вот тебе и развей страх. И после этого Оги стал новым лидером клана, ведь он сразил бывшего вождя в жестокой битве. Ура, Оги! А остальные герои отправились в земли страшных цихлит и жили долго и счастливо. На этом и заканчивается наша история про одноглавого Огра Оги. История нам показала, что не стоит отчаиваться, если у вас какие-то проблемы. А нужно лишь идти вперед и не сдаваться. А еще у терпения есть предел. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта коротенькая история. Не забудьте поставить лайк. И если вы не подписаны, то подпишитесь на канал. А также подписывайтесь на мой инстаграм. Всем спасибо и до новых встреч! Лактарагаааааааааааар!